Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами начинаем последний раздел, который будет у нас на несколько лекций и поговорим конкретно уже о географии туризма во всех рекреационных районах, о которых мы с вами говорили и начнем со стран Европы. Зарубежная Европа является главным туристко-рекреационным регионом мира с отчетливо выраженным поступательным ростом при бытии туристов. Среди 10 стран с самым высоким доходом от международного туризма 7 находятся в Европе. Это Испания, Франция, Италия, Германия, Великобритания, Австрия и Греция. Из список 10 стран-лидеров по туристским расходам также выделяют 6 европейских государств. Это Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и Австрия. В сфере туризма в зарубежной Европе занято порядка 40 миллионов человек. Для региона характерна и самая высокая туристическая активность. В прибытиях лидируют Южная и Западная Европа. Более 60 прибытий на 100 человек. Для поездок за границу убытия туристов Северная и Западная Европа. Это более 70 человек. Самая посещаемая страна не только Европы, но и мира это Франция. Каждый пятый отдыхающий на Старом континенте приезжает в эту страну. Большой популярностью среди туристов пользуются Испания, Италия. Больше других путешествуют в том числе и по Европе немцы. На их долю приходится каждая десятая поездка в мире. Англичане, поданные Бельгии и Нерланды. Растет активность стран Восточной и Центральной Европы, особенно Чехии. Развиваются рынки Польши, Вренгерии и Румынии, а также Словении. Растет прибытие прибывающих туристов среди азиатских стран. Турецкий бунт за зарубежной Европой можно объяснить влиянием следующих факторов. Прежде всего, конечно же, природные. Это богатые, разнообразные природные реакционные ресурсы. Перемежаются низменные, холмистые и горные районы. Природно-климатические условия благоприятны для отдыха. Приморские страны отличаются обилием солнца и тепла. Чрезвычайная изрезанность береговой линии и наличие большого числа бухт, заливов, внутренних морей, что способствовало созданию на побережье многочисленных портов. Тысячи километров морских пляжей, густая речная сеть, мозаичных ландшафтов и сочетания на соседних территориях прибережных и горных пейзажей. Второе по значимости это культурно-исторические факторы. Богатство разнообразных исторических и архитектурных памятников разных эпох, неолитов, древнего мира, эпохи Возрождения, эпохи Великих Географических Открытий, промышленных переворотов и революции. Высокий уровень духовной и материальной культуры, мозаичных, национального и людиозного состава населения. Высокий уровень образования и давние традиции культурных и иных связей в пределах региона и с другими крупными регионами мира. Социально-экономические и экономико-географические факторы. Это высокий уровень общеэкономического развития, растущие доходы населения, позволяющие реализовать потребность в отдыхе за пределами своих стран. Высокая урбанизация, наличие необходимой транспортной и социальной инфраструктуры. Тесное соседство большинства стран региона, а также относительная близость их к другим туристским регионам мира. Политический фактор – это длительный период мирного развития региона. Упрощение или отмена пограничного паспортного режима – это подписание Шенгенского соглашения, по которому в центре Европы создано единое туристское пространство из 12 стран – Франции, Германии, Италии, Австрии, Бельгии и других. Могут свободно пересекать по своему гражданскому паспорту горницы государств Шенгенского соглашения. Это облегчает также и для туристов приезды, если мы говорим о прибывающем. В связи с тем, что, открыв турист визу и приехав в одну из европейских стран, он может свободно перемещаться по территории Шенгенского соглашения, не открывая дополнительного визирования. Введение единой валюты также стало очень показательным и удобным. Когда во всей территории европейской части преобладать стало евро. Исключение составляют некоторые страны, например, в Венгрии, где до сих пор существует своя местная валюта – это форенты. В Чехии в ходу как евро, так и чешская национальная валюта. Но тем не менее, евро принимаются везде, и это создает определенное удобство. В зарубежной Европе в большей мере, чем в любом другом туристском макро-регионе мира, выражен внутригенеральный туризм. Примерно 0,9% иностранных туристов – европейцы, и лишь 0,1% приезжие из других регионов мира. Въездном туризме лидирует большая тройка классических туристских стран, в составе которых Франция, Испания и Италия, где количество прибывающих превышает 40 миллионов в год. На втором месте от 10 миллионов до 30 миллионов в год оказались Великобритания, Нермания, Австрия, Польша, Андорра, Греция, Португалия и Нерланды. Остальные страны образуют третье шелло. В роли главных поставщиков и иностранных туристов выступают страны Средней и Северной Европы, тогда как в странах Южной Европы приток туристов значительно превышает их отток. Именно в этих странах доходы от международного туризма особенно велики. Вот почему основной поток туристов в регионе имеют направление с севера на юг. В Зарубежной Европе получили развитие почти все возможные виды туризма. Лечебно-здоровительный, познавательный, образовательный, революционный, научный, деловой, религиозный, экологический, круизный, морской и речной, а также озерный. Культурно-познавательный туризм. На регион приходится большое количество памятников всемирному наследию ЮНЕСКО, лидером среди которых является Италия. Известный на весь мир музей, Британский, Лувр, Прада, Акрополь, Эрмитаж, картины и галереи, Тейт, Мюнхенская, Уфицы и многие другие. В деловом туризме Лондон занимает второе место. Долгое время вообще был первым. В рейтинге мировых финансовых центров Франкфурт-на-Майне, деловая столица Германии, Дюссельдорф, десятка городов Европы, важные центры делового туризма. В Ганнове, Германии проводятся крупнейшие в мире выставки промышленных товаров. В Лондоне, Мандриде, Берлине проводят крупнейшие туристические выставки мира. Экологический туризм. Для Европы характерны высокие экологические стандарты. И миллионы отдыхающих, посещающие национальные парки Европы, Итейн, Испания, Абруца в Италии, Озерный край, Йоркширские долины, Сноудания, Соединенное Королевство, Смоленские два озера, Угра, Нерский, Россия и многие другие. Спортивный туризм. Представлен сотнями горнолыжных центров, среди которых Куршевель, Франция, Сестриэра, Италия, Сьерра-Невада, Испания, Сан-Антонио, Австрия, Гармишперин, Кирхен в Германии, Лилихаммер в Норвегии, Банско в Болгарии, Волин, Сарачаны, Абзаковы, Блакуриха в России и многие другие. Также популярен религиозный туризм. В первую очередь следует упомянуть Иерусалим, Вифлеем и Назарет в Израиле, Рим с Ватиканом, Асизи, Лоретта в Баре, также Лурд, Сантьягорь де Компостелло в Испании, Втима в Португалии, Честахов в Польше, монастыри Афон и Метеоры в Греции, Рильский монастырь в Болгарии и монастыри и храмы России. Гастрономический, включая винный туризм, развит на многих странах Европы. Особо следует отметить Францию, Испанию, Италию и Германию. Сейчас активно развивается это направление также в Крыму и Анапе. Событийный туризм. В Лондоне в 2012 году прошли Олимпийские игры. Празднуется фестиваль Октоберса из Мюцкини, День Светового Патрика и многие другие. Также, конечно же, повлияло очень сильное развитие российского региона после Олимпийских игр 2014 года. И, конечно же, ежегодные различные фестивали и мероприятия также привлекают огромное количество туристов. Пляжный туризм в пределах Европейского региона сформировался несколько рекреационных районов Приморского отдыха. Главный из них – это Средиземноморский. Для него характерно преобладание линейной формы регуляционного освоения территорий вдоль морского побережья. Большая роль островов – выраженная сезонность туристических потоков с перевесом летнего купального сезона, создание преимущественно крупных комплексов в сильной концентрации туристов и отдыхающих. Из стран Средиземного моря по размаху туристической деятельности выделяются Испания, Италия, Франция, Греция. Главные районы международного туризма в Испании – это попережье Средиземного моря, Канарские и Балиарские острова. Главный Средиземно-норский туристский район Франции – это Лазурный берег или Французская ривьера с широко известными морскими курортами Ниццами, Канна и Антип. В Италии главный район Средиземного туризма – это Итальянская ривьера, являющаяся продолжением Французской. В Греции – это, конечно же, острова Игейского моря. Долгое время в Средиземноморском туризме конкурировали Франция и Италия. Главный Средиземноморский туристский регуляционный район Франции называется Французской ривьерой или Лазурным берегом. Это участок побережью, протягивающийся на 230 км от Туона на западе до Ментоны у франко-итальянской границы. Здесь, в защищенном от северных ветров в Приморском Альпе-Лазурном берегу, количество побожьих дней в году достигает 300. Среднегодовая температура воздуха плюс 20, и даже зумой она не опускается ниже 8. Соответственно, и купальный сезон здесь достаточно длительный. Столица Французской ривьеры – курортный город Ницца, в котором туризм дает работу половине населения. Другими популярными курортами города Кан знамениты свои ежегодными кинофестивалями Антип, Ментона и несколько более мелких. В Италии главный район Средиземногорского туризма, рекреации – это Итальянская ривьера, являющаяся продолжением французской. Среди ее культурных городов наиболее известны Сан-Рема, Рапала, Портофина, но фактически специализируется на приморском туризме и имеет вся приморская полоса, не только Лигурийского, но и Теренского моря, с такими центрами, как Неаполь, Соренте и многими меньшими в Калабрии и Сицилии. А на Атриатическом море – это Венецианская ривья, которая популярна также и среди российских туристов. Третья страна Большой Тройки – это Испания. Беспрецедентный туристский бум в Испании объясняется прежде всего наличием богатейших природно-реабилитационных ресурсов и историко-архитектурных детопримечательностей, близостью заповедно европейского туристского рынка, создание первоклассной материально-технической базы туризма и относительно дешевизной туристских услуг. О знании и уровне развития туризма в Испании говорят в следующей цифре. По абсолютным доходам от туризма Испания занимает одно из первых мест в мире. В сфере туризма занято 10% всего активного населения. В стране около 10 тысяч гостиниц, рассчитанных почти на 900 тысяч мест. Популярным местом отдыха давно уже стали и Боярские острова, расположенные в 100 километрах восточного побережья Пиренейского полуострова. В один из важнейших туристко-рекреационных районов Средизиан моря давно уже превратилась в эдриотическое побережье Хорватии. Длина его по прямой линии составляет 700 километров. Но вместе с многочисленными островами, полуостровами, заливами и проливами она возрастает до 6000 километров. Здесь находятся такие известные морские курорты, как Дубровник, Дубровник, Апатия, Сплит и многие другие. Одной из самых популярных становится срединенаворские курорты Турции. В данном контексте мы, конечно же, говорим для европейского отдыха, никак не для российского рынка, это нужно отметить. К Турции вновь возрастает интерес среди европейцев, несмотря на то, что с недавнего времени был небольшой спад. Рекордсменам по приему гостей со всего мира в летний период времени и сам номинациональный курорт для отдыха была, есть и остается на данный момент, конечно же, Турецкое побережье. В Греции на побережье Икейского моря также много морских курортов, в особенности на островах, а на западном побережье Черного моря фактически из предложенных служат популярные морские курорты Болгарии и Румынии. Здесь преобладают крупные курортные комплексы. В Румынии, Мамая, Эфория, в окрестностях Констанции, в Болгарии это Золотые Пустки, Дружба, Альбена, в окрестностях Варна, это Солнечный берег, Несебр и в окрестностях Бургаса. Однако курортный сезон здесь продолжается только в течение 4-5 тепловых месяцев. Курорты Румынского и Болгарского причерноморья предлагают отдыхающим гармоничное сочетание теплого моря, богатой лесной растительности и любоприятного климата, а иногда и бальнеологические источники. Среди рекреантов здесь преобладают представители Германии, затем идут туристы из стран СНГ, из скандинавских стран и Великобритании. На приморских туризм в зарубежной Европе не ограничивается Средиземным морем, он стал специализироваться прибрежной зоной Атлантического океана, а также Северного и Балтийского моря. Здесь также успешно функционируют десятки морских курортов, таких как Байона в Испании, Сен-Мала во Франции, Астенды в Бельгии, Брайтон и Боранут в Великобритании, Сопот в Польше. Особо популярность среди российских туристов в последнее время приобрели принадлежащие Испании Канарские острова, расположенные в Атлантике на расстоянии 1150 километров от материка. Среди наёров горного туризма первое место занимает Альпийский. Ежегодно его посещают от 80 до 150 миллионов человек. Туристское освоение Альпы началось еще в первой половине 19 века и с тех пор быстро расширялось. Сначала единственным туристским сезоном сделают был летний, но затем, по мере сооружения горно-спортивных комплексов и развития зимнего спорта, зимний сезон стал не менее, если не более популярным. Развитию в Альпах международного туризма способствует и их выгодное транспортно-географическое положение. Основным принимающим туристовыми странами в Олимпийском районе были и остаются Австрия и Швейцария. Но к этой категории стран относятся также Франция, Италия, Германия, Лихтештейн и Словения. В качестве примеров наиболее популярных горно-климатических и горно-спортивных центров можно назвать Шамани, Сан-Жерве во Франции, Давос в Швейцарии, Катарина де Ампеце и Бормео в Италии, Гармаш в Питингхерне и Индбург в Австрии. Второй крупный район горного туризма охватывает средневысотные горы Центральной Европы. Это Судеты, Карпаты и Радопы. Он известен горными курортами международного класса, такими как Оберхоф и Обервизенталь, Закопани в Польше, Штрепский плесо в Словакии, Синае и пределы в Румынии, Боровиц и Помпорова в Болгарии. Горы Восточной и Юго-Восточной Европы славятся также своими пещерами Мацоха, Пастойна, Актелер и Магура. Они широко используются для гранулыжного спорта и альпинизма. Наиболее посещаемый горный район – это высокие Татры, находящиеся на границе Польши и Словакии. Здесь ежегодно бывает менее 7-8 миллионов туристов. Среди лечебно-оздоровительного туризма и стран, к которым к ним относятся, бесспорное лидерство имеет Чехия, о которой мы уже с вами говорили. Ее основные курорты – Карловые Вары, Теплицы, Яхимов, Марианские лазни, Франтишковые, Логусовские и Янские лазни. В Польше – это Камень-Поморский, Колбрыжек и Свиненцыцы. Лечебно-оздоровительный туризм развивается в Болгарии, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. Курорты Западной Европы оказались и имеют старые традиции. Курорты Виши, Франции, Баден-Баден и Висбаден, Бад – Великобритания, СПА – Бельгия, Багастайн в Австрии, Давос и Санкт-Морец в Фрицарии были популярны уже в XIX веке. На юге-востоке европейского туристского региона издавна лечат климатом, водами и грязями Мертвого моря, где природа создала уникальные условия для совмещения отдыха с лечением и оздоровлением организма. Здесь вернусь немножко и скажу, что здесь нужно сделать пометку, что Баден-Баден, Висбаден, то есть пометка ФРГ, конечно же, это бывшая территория, сейчас относящаяся, естественно, к Германию. Главный район озерного туризма в зарубежной Европе – это озерный край в Средней Финляндии, Кашумбске и Мазурске. По озере в Польше – Макленбургское по озере озеро Болотон в Венгрии и Лага Маджорде в Италии. В Альпах, Австрии, Швейцарии и Италии популярный отдых на горных озерах. Также очень популярным является речной круизный туризм. Он получил наибольшее развитие на Дунае, реках и каналах Франции, Рейне, Эльбе, Волге и многих других. Нельзя обойти стороной в том числе и региозного туризма, о котором мы тоже с вами говорили. Среди многочисленных мест, привлекающих паломников, выделяются христианские святыни. Крупнейшими центрами христианского паломница является Рим с Ватиканом и Иерусалим. Ежегодно большой наплыв туристов испытывает и другие известные центры – Турин, Париж, Лурд, Брюги, Фатима, Варшава и Монсеррат в Испании. Завершает обзор по европейским направлениям туризма – деловой. Большая часть деловых поездок мира приходится на Европу, которая лидирует по расходам на деловой туризм. Основной постыщик деловых туристов – это Германия. Как центр делового туризма выделяют бывшие страны ФРГ – Филиппоритания, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Швеция, Швейцария, Бельгия. Почему фигурирует ФРГ? Потому что деловой туризм начал развиваться еще в тот период, когда существовала Федеративная Республика Германии, до ее, естественно, распада. И сейчас все страны, которые входят в нее, в том числе, участвуют в деловом туризме. Растет посещение с деловыми целями стран Восточной и Центральной Европы. Популярна Европа для проведения различных международных выставок, ярмарок, конгрессов. Международные выставки и конгрессы наиболее часто проводятся в Лондоне, Париже, Страсбурге, Ганнолере и Давосе, а также в Барселоне. Кратко мы с вами еще раз пробежали по основным аспектам международного туризма европейской части и будем переходить к следующему региону.